Здравствуйте, дорогие друзья! Апрель завершается. Осталось всего-то два дня. Сегодня у нас 29 апреля. И сегодня у нас, наверное, самый теплый, ну, по крайней мере, один из самых теплых вебинаров в этом месяце. Вебинар портала Preon.ru. Сегодня мы его проводим совместно с компанией Harmony Suits, с компанией, застройщиком известным из Болгарии. И говорить мы будем о недвижимости Болгарии, о том, как она изменилась и что изменилось на рынке в течение последних полутора самых, наверное, напряженных месяцев для всего мирового сообщества в 21 веке. Будем говорить о том, какие предложения сейчас можно найти в Болгарии. Поговорим немножко о принципах удаленной покупки в стране в текущих условиях. Уж коль мы не можем приехать, так, по крайней мере, посмотреть, ознакомиться и, возможно, приобрести. И я представляю мою очаровательную собеседницу, эксперта компании Harmony Suits, специалиста по недвижимости Юлию Браду. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, все участники нашей онлайн-встречи. Рада быть с вами вместе хотя бы в онлайне. Спасибо большое, Филипп, за такое теплое представление. Буду рада рассказать все о Болгарии, все о комплексах и о том, как все-таки приехать к нам. Да, как приехать к вам, это, наверное, вопрос сейчас самый-самый такой серьезный, непростой, и ответ на него наиболее долгожданный. Дорогие друзья, Александр уже понял и напомнил нам всем, что у нас работает чат. В чате работает помимо Юлии сегодня из компании Harmony Suits, ее представитель Вячеслав, который тоже готов ответить на ваши вопросы. На что успеем, ответим мы в прямом эфире. На что не успеем, всегда, пожалуйста, можно задавать вопросы, будет в дальнейшем напрямую, экспертам компании Harmony Suits. Компании, контакты компании, я думаю, сейчас в чате у нас появятся. Ну, в двух словах, все-таки попрошу Юлия тогда представить вас и вашу компанию. Будем активно задействовать сегодня нашу презентацию, поэтому, пожалуйста, несколько слов о Harmony Suits. Да. Мы компания-застройщик. Это болгарская компания. Работаем уже 13 лет на рынке. Первый свой комплекс начали строить в 2007 году. Владельцы компании болгары, братья Колевы, за все это время, да, за 13 лет нами построено более тысячи квартир. И помимо того, что в офисе у нас, в Болгарии у нас есть офисы компании, также в Москве открыт офис представительства компании с 2010 года, уже 10 лет мы есть и в России. Это официальное представительство. И получается, что полгода, да, я живу в Болгарии на побережье, полгода в московском офисе. Как раз здесь мы занимаемся помощью с открытием ВИЗ, помогаем людям, да, мы встречаемся часто в офисе, с собственниками поддерживаем, проводим консультации. Так что можно и к нам сюда обращаться. В чем наша изюминка? Чем мы отличаемся от всех остальных? И что я вас очень прощу, уважаемые покупатели, потенциально обращайте на эти три пункта внимания. Первое. Находится ли земля в собственности у застройщика? То есть не строят ли они случайно на арендованной земле? То есть мы, да, как одна из крупнейших компаний застройщика, серьезно очень относимся ответственно к юридическим вопросам, поэтому сначала покупается земля в собственность, то есть в нотариальный акт на покупку земли, и только потом мы запускаем свой проект для строительства. Второе, что немаловажно, да, строит ли компания на свои собственные деньги, или она строит на кредитные деньги, банковские. Этот вопрос особенно важен в данной ситуации, мы еще об этом поговорим, да, потому что компании, у которых есть сейчас обязанности перед банками, им намного тяжелее, да, продолжить строительство. И тяжелее дается какая-либо кризисная ситуация, будь это экономический кризис, или как сейчас, да, здоровьем, кризис пандемии. Окей, Юль, ну в двух словах тогда рассказали, давайте, раз уж вы заговорили о кризисе, это вы первая признесли это слово, но без него сейчас никуда. В двух словах, как вам, как застройщику, видится вообще эта ситуация? Болгария переживала, и вместе с ней переживали российские покупатели очень активно предыдущие кризисы, и давайте объективно говорить, не все было гладко, и многие до сих пор страдают по тем, по тем недополученным квартирам, например, которые стоят такими вечными памятниками на болгарском Черноморском побережье. Но все равно, вот эти полтора месяца, что они показали вам, и как они заставили вас модернизировать свою работу? Пожалуйста. Вы знаете, Филипп, вот как раз этот вопрос, грубо говоря, он очень связан с тем, что я сказала про кредитные деньги, строит ли компания на свои собственные деньги. Дело в том, что 2008 год, кризис, 2014 год, кризис на состояние экономическое, сказалось на застройщиках, которые строили, скажем, на либо кредитные деньги, либо брали первые взносы, начинали строительство, надеялись, что да, подъем пойдет, пойдет строительство, бум, какая-то ситуация произошла в мире, и все, продажи падают, застройщик перестает строить. Вот именно такие объекты, да, у малых застройщиков, небольших компаний, они встали, да, где-то что-то сейчас застроилось, перепродалось, слава богу, построилось, что-то еще стоит, кто-то еще ждет свое жилье. Поэтому, да, здесь вот прям основной вопрос, который я считаю важным, то есть смотреть на состояние компании. Вчера Вячеслав про это говорил, в торговом регистре можно проверить, есть ли ипотеки, есть ли кредиты и какое состояние капитала на данный момент у компании. То есть я даже про 2014 год могу сказать, я была, то есть это при мне все происходило, когда начался кризис, в один день рубль, да, основной покупатель были россияне, в один день рубль стал 100 рублей за 1 евро, и получается, что, естественно, у людей паника, естественно, продажи, ну, приостановились на некоторое время, и тогда получилось, что продолжили строить, продолжили свою работу только сильные крупные застройщики. То есть все мелкие, они, ну, с чего строить, если взносы не приходят, понимаете? Вот в этом связь, и тогда мы продолжили строить, как в 2008, в принципе, на чем компания вот начала такое активное развитие, это именно 2007 год, первый комплекс. В 2008 году случился кризис, многие строщики приостановили строительство, и Harmony's Youth были одними из немногих, кто, несмотря на обстоятельства, продолжили, построили дом. Кризис, да, имеет место подъема, спуска, когда кризис пошел на спуск, люди начали все-таки вкладывать, и им нужно было что-то купить. Здесь был комплекс со всеми инфраструктурой, с хорошим качеством, поэтому очень быстро был продан вот первый самый комплекс Harmony's Youth. Это был такой, ну, большой правильный старт, где компания получила вот и продажи, и хороших собственников, и рекомендации, и возможность строить дальше, дальше и дальше. Ну, если мы говорим о текущей ситуации, она все равно, по крайней мере, ну, последний месяц вряд ли у вас ситуация будет как-то драматически отличаться от других, просто, ну, чисто технически завершить сделку, может быть, и можно, но люди же все равно хотят, ну, словом говоря, посмотреть, пощупать. То есть какой-то разрыв есть. Да, вы достраиваете, но вот к нормальной жизни, по вашим ощущениям, когда это все вернется, и как вы ведете себя с точки зрения ценообразования? Я не прошу сейчас назвать конкретные цены, о них мы, наверное, чуть попозже поговорим, но в принципе. Да, да, да. Ну, опять же, любая ситуация такая кризисная, да, она нас ставит в ступор. На момент, на определенный момент мы все замедляемся, мы хотим посмотреть, что будет дальше. Это не только связано с недвижимостью. То же самое у нас произошло. Действительно, март месяц, резко начинают везде закрываться границы, начинается паника, люди замедлились в покупке, замедлились в запросе, но мы к любой ситуации что? Привыкли приспосабливаться и адаптироваться. И вот последние 10 дней я вижу большой спрос, последние две недели реально. Нам всем звонят, спрашивают, люди интересуются, просят новое предложение, новые объекты. И люди действительно заинтересованы сейчас посмотреть, что-либо дам, поэтому мы организовываем такие онлайн-трансляции у себя тоже. У вас участвуют для того, чтобы люди могли сейчас получить всю информацию, которую они хотят. Что касается цен, естественно, любой продавец, он заинтересован продавать. И как раз самое время сейчас покупать в клиентной ситуации, потому что хорошие комплексы, но для того, чтобы были продажи, все заинтересованы сделать какие-либо скидки, какие-либо спецпредложения, более лояльные условия оплаты, рассрочки. То есть это, ну, все эксперты говорят, покупаем на спаде, продаем на подъеме. Поэтому самое время вот именно сейчас. Все говорят, что они верят, но это... Да, они, к сожалению, обсуждали. Это выбор каждого. Выбор каждого, абсолютно правы. Давайте несколько слов поговорим о таком феномене. И вы все-таки являетесь представителем не самым типичным болгарским застройщиком, в том числе и потому, что вы изначально заявляете свои комплексы как комплексы высокого уровня. И Болгария – это, ну, в сознании большинства, это все-таки страна недорогая. И уж если мы говорим о недвижимости, то стопроцентно недорогая хотя бы относительно. То есть другие курортные страны в силу тех или иных причин, они дороже. Вот что вы вкладываете тогда в понятие «дорогой» и в двух словах, вот на карту давайте тогда посмотрим, те объекты, которые вы предлагаете, тем более, что такой вопрос был в чате, где вы строили и где вы строите. Да. Несколько вопросов вы мне задали, поэтому я буду частями на них отвечать. Можно начнем с конца вопроса, где мы строим? Южное побережье Болгарии, солнечный берег, Святой Влас, Несебр. Это бухта. С одной стороны у нас старый город Несебр под охраной ЮНЕСКО. Между ними солнечный берег, протяженность пляжа 9 километров, большой песчаный пляж. И с другой стороны предгорье горы Старопланина. Это один из самых развитых курортов Болгарии, 30 километров до аэропорта. Здесь есть все. Море, горы, квойный лес. Понимаете? То есть это уникальное место, экологическое место, чистое для укрепления иммунитета, например, в принципе, всегда, но и особенно в данной ситуации. Что касается... Вот мне очень нравится слово «дорогой». Вернее, не нравится, я бы сказала. Потому что, да, слово «дорогой» у нас очень относительно. Дорогой относительно чего-то. Если мы сравниваем недвижимость в любой стране, то есть несколько классов недвижимости. Есть эконом-класс, средний, и есть высокий класс недвижимости. И вот хотелось бы, да, указывать именно на это, потому что в Москве тоже есть разное жилье, в Санкт-Петербурге разное, и в Италии разное жилье, разного класса, и отсюда будет ценообразование. Цена же складывается не от того, в какой стране мы, а цена складывается от того, качество дома, риски, которая берет на себя застройщик предстоительства, собственность земли, инфраструктура. Это все в целом является определением цены, определением класса застройщика. Ну, в том числе все-таки и страна. Ну, она... Да, конечно. Страна, да, есть определенный, да, средний уровень цен. Ты же не можешь, ну, я соглашусь, что там, я не знаю, цены Эмиратов, не могут быть, да, как и наоборот, то же самое. Естественно, это тоже, то есть это все фактор. Ну, вот если мы берем, как я всегда говорю, в Болгарии нет плохого жилья. Я не говорю, мы хорошие, те плохие, нет, все хорошие, но для своего уровня недвижимости, для своего класса, для эконом-класса, видите, для... В высоком классе недвижимости, ну, я не побоюсь этого слова, если я скажу, что мы одни из лучших, мы лидеры в строительстве недвижимости, да. Давайте остановимся... Первый фактор, это... Это, раз мы посмотрим на инфраструктуру, поговорю про инфраструктуру. Это то, что есть у нас в, да, в комплексах. Первое, круглогодичное проживание, постоянное жилье. Очень важный момент. Многие рассматривают для переезда на сейчас, либо для переезда в будущем. То есть они рассматривают жилье, которое работает круглый год, не просто говорят о том, один охранник, а вся эта инфраструктура будет поддерживаться. Второй момент. Закрытая частная территория. Для меня, как для, допустим, мамы, я также все лето сказала, что живу в Болгарии, для меня очень важен этот фактор, то, что у нас на территории комплекса находятся либо только жильцы комплекса в сети Harmony, то есть у всех у нас карты, вип-карты собственника, либо у туристов туристические браслетики. И это позволяет нам пользоваться инфраструктурой на территории всех Harmony. Сегодня их 13 странных объектов. Именно вот. И если, допустим, приходит кто-то чужой, вы не пропустите на территорию комплекса. Первое, то, что без... Что значит не пропустим? То есть как бы вот деликатно, но реально не пропустим? Да. На момент ужинайте, пропустим, не пропустим этот... То есть охранник скажет, нет, вам туда нельзя? Филипп, да, охранник подойдет, спросит, но собственников он уже знает своих. Но если это с другой, он спросит, извините, это частная... Обычно происходит именно так. Это частная территория. Вы являетесь собственником, можно ли посмотреть вашу карту? Все, если нет, то, пожалуйста, простите, территория закрытая. Я лично, я лично была свидетелем данного примера, когда у нас в прошлом летом один из комплексов, да, строился еще 20-й, и собственник со мной договорился о встрече в понедельник посмотреть объект, но решил сам зайти в воскресенье вечером. И когда он пришел в комплекс, охранник к нему подошел, сказал, извините, а вы являетесь, это частная территория. Он говорит, да, но я вот встроящийся купила. Он говорит, к сожалению, вы еще не получили акт собственности, да, вы еще не являетесь, у вас нет этой карточки, я не могу вас пропустить, у нас есть регламент. Пожалуйста, завтра с вашим менеджером. И на следующий день, когда я встретилась с людьми, Клентом Юрьевича, да, очень, особенно супруга, говорит, я ему так и сказал, все правильно. То есть вот это действительно, ну, это не единичный случай, просто то, что недавно произошло. Ну, вот смотрите, я вижу опять, ну, фотографии, то есть я, собственно, был, будучи в Болгарии, мы несколько лет назад, мы даже делали видео, снимали какой-то из ваших комплексов, точно сказать не могу. Вот ваши ощущения, все-таки основной момент, это, ну, там, допуск на территорию, это там материалы отделки. Понятно, что все понемножку, но тем не менее, какое-то главное, что вы вкладываете в понятие престижный. Ну, и плюс, да, я сказала по ощущениям, все это инфраструктуры, плюс качество жилья, и плюс качество инфраструктуры. Качество жилья, это как? Я имею в виду, что здесь качество, да, еще построен дом, то есть качественные европейские материалы. В основе у нас домоастрийский кирпич Венербергер, который хорошо очень держит летом прохлады в доме, зимой тепло, и у нас нет вообще гипсокартона в отделке, то есть у нас используется трубозольная штукатурка под давлением, которая является экологически чистой, не вызывает аллергий. У нас снаружи здания отделка натуральным камнем травертин, болгарский камень, и кованое железо, балконы всегда, я говорю, обращайте внимание на наши балконы, они очень отличаются от другого. Окей, давайте теперь несколько слов, мы еще вернемся к начинке, что называется, комплексов. Давайте несколько слов поговорим все-таки о, возможно, главной проблеме, которая есть сегодня перед покупателем, даже если он готов купить, сидя в Москве, сидя в Киеве, сидя в любой точке земного шара, мы все сильно ограничены в перемещениях. Как не в теории, а на практике вы сейчас в этом случае работаете? Вы знаете, Филипп, для нас это не новый формат работы, для нас, наверное, стандартная схема, потому что не всегда люди готовы приезжать, выбирать квартиру. Дело в том, что мы все живем в таком неком темпе, сейчас мы приостановились, поэтому бывают различные ситуации. Во-первых, мы обычно отправляем всю подробную информацию, мы для начала хотим пообщаться, узнать, то есть какой целью человек покупает недвижимость, что ему хочется, немаловажно, потому что любой специалист, который не заинтересован продать, лишь бы продать, который заинтересован действительно, как специалист, принести для человека то, что ему надо, он всегда заинтересуется целью покупки, всеми требованиями. Тогда мы подбираем несколько объектов, несколько квартир, несколько предложений, мы отправляем все это человеку на почту, затем можно посмотреть все, сделать онлайн-обзор, прям один из моих коллег, допустим, Вячеслав, может вместе созвониться в любой программе, Skype, WhatsApp, тот же клик-митинг, и сделать обзор, посмотреть все, вплоть до сканально провести по квартире, вокруг района, дойти до пляжа, дойти до ближайшего магазина, то есть все это для того, чтобы в онлайне вы смогли, то есть вы говорите, куда нам надо повернуться, да, мы поворачиваемся, говорит, что нам надо показать, мы показываем. Юль, давайте тогда так, сюрприз такой, подошли уж раз к этой теме, вы прислали нам образец того, как это все происходит. Дорогие друзья, вот честно говоря, не очень знаю, как это все будет видно, мы в этом формате не так часто работали. Вот сейчас просто давайте посмотрим одну презентацию, Юль, прокомментируйте буквально в двух словах, то есть окей, вот человек снимает, вот как это все происходит. Она длинная... Это человек, это я. А, это вы? Вот Юля, она не... Ну, тогда вообще интересно. В общем, смотрите, друзья, там ролик длится чуть больше трех минут, мы, конечно, не будем так долго показывать, просто сейчас запустим его, и, соответственно, вы параллельно еще просто расскажите, как, что на ваш взгляд людям стоит вам говорить, то есть куда, что стоит показывать, что не стоит показывать, что просить у вас, и что требовать, точнее, у вас показать. Да. Филипп, можно я немножечко поправить, добавлю просто про видеоролик, это, чтобы все понимали, видеоролик идет только изнутри, то есть до этого люди получили информацию уже вокруг комплекса, сам комплекс, да, когда магазины дайте, это мы делали отдельное, да, нарезки, а это чисто вот, что надо спросить, на что обратить внимание, посмотреть внутри квартиры. Давайте, значит, что спросить. Итак, друзья, коллеги. Пожалуйста, то есть, да, уважаемые зрители, вот вы видите, сейчас я снимаю квартиру с двумя спальнями на втором этаже, то есть сначала обязательно посмотрите коридор, посмотрите на плане расположения, и потом попросить, чтобы вам засняли на видео это. Квартира, которую я показываю, один из примеров уже с мебелью, да, квартира сейчас, она есть в продаже, санузел, обязательно нужно посмотреть, да, как он у нас выглядит, потому что санузел мы сдаем во всех квартирах, он входит в отделку, да, все это наполнение, то есть вся плитка и вся необходимая сантехника, устанавливается бойлер, как раз там еще на видео я обычно все подробненько рассказываю. Давайте будем чуть-чуть перематывать. Да, чуть-чуть вперед, пожалуйста, дальше эта квартира у нас, да, спальня, квартира у нас с двумя спальнями, то есть здесь вы посмотрите две спальни, да, и отдельную гостиная с зоной кухни. То есть, опять же, если у вас какие-то вопросы по ходу просмотра, либо мы в онлайне будем смотреть, вы все можете спрашивать, мы можем открыть ящички, шкафчики, все это показать, видите, кондиционеры, блоки, как мы устанавливаем, тоже немаловажно посмотреть. Кондиционеры устанавливаются фирмой Дайкин, работают на зима-лето, вот тоже важный момент, да, это прохлада летом, зимой обогрев. Вот, сейчас мы пройдем в гостиную, посмотрим, вот гостиная у нас идет с... Да, 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 с зоной кухни, с зоной кухни, опять же, при онлайн-обзоре обязательно попросите посмотреть там полное наполнение, потому что для... Перед тем, как вы, опять же, будете делать онлайн-обзор, мы высылаем каталог, где вы себе все выбираете, да, посмотрите наполнение, количество, и все то же самое, вы будете на приемке квартиры, вот как сейчас вы смотрите, только вживую, да, будете все принимать, рассчитывать, везде подписывать, что да, окей, там, все в наличии, там, не знаю, 10 вилок, ложек и так далее. Да, мы комплектуемся квартирой полностью, но обязательно вид, конечно, из квартиры. Я извиняюсь, я ошибаюсь сначально, сказал второй этаж, это четвертый этаж, да, это четвертый этаж. Вот, вид, вот видите, вот такой у нас вид. То есть у нас есть два балкона. Общее представление примерно получено. Сколько вот по вашему опыту, ну, понятно, что любую квартиру, любой объект, его можно и там за 5 минут показать, и за 2 минуты, и за полчаса, и за час. Вот объективно, по вашему ощущению, сколько необходимо и сколько достаточно получить вот в той же самой видеоинформации? Ой, вы знаете, очень обычно это идет отдельными частями, поэтому мне сейчас сложно сказать определенное время, потому что у меня вот последняя сделка, которая прошла онлайн, вот в нынешней ситуации, когда я пригласила своего клиента на вебинар, она говорит, Юля, а я это все знаю, ты мне все индивидуально присылала, и объекты, и парк, и мы прям снимали, куда будет выходить ее квартира, потому что это строящийся объект. То есть, ну, сложно по времени вам сказать, до пляжа хотите, мы даем вместе до пляжа. В среднем, сколько вы присылаете так среднему клиенту? Ну, там 10? Ну, где-то до получаса, нет, больше, конечно, где-то до получаса, конечно, потому что отдельная квартира, отдельные объекты, ведь несколько комплексов, и потом люди тоже выбирают. Ну, знаете, очень часто мы чувствуем, вот, как, опять же, специалисты уже, я не пустя слово сказать, что мы чувствуем, как, что людям больше подойдет, какой комплекс, какой курорт, то есть, это слитой глаз, либо солнечный берег, но есть уже какое-то, знаете, на практике такое ощущение, даже онлайн, и обычно, когда люди приезжают уже потом смотреть, они говорят, Юля, мы просто здесь были уже, просто вот по картинке, по видео, мы были. Хорошо, скажите тогда дальше, ну, предположим, человек остановил свой выбор на каком-то объекте, что вы делаете дальше? Вячеслав пока отвечает, борется с обилием запросов в чате, но мы к вам к вопросам еще вернемся. Хорошо, человек выбрал, сказал, да, меня его устроит. Вот как вы работаете дальше, чисто технически? Да, следующий этап технически, это у нас идет резервационное соглашение, то есть мы подготавливаем, ну, депозит, подготавливаем это соглашение, указываются данные покупателя, данные застройщика, все отправляются, весь пакет документов на квартиру, и, соответственно, схема оплаты, которую мы обговариваем, если все окей, покупатель подписывает, мы подписываем с твоей стороны, все это идет по почте, и оплачивается бронь, 2000 евро, это для того, чтобы квартира снялась с продажи. Оплачивается это как? Оплачивается, да, я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, вы подписали сначала соглашение, то есть вас все устраивает, вы мне прислали соглашение, мы вам уже выставляем инвойс, это международный счет на оплату квартиры, соответственно, с нашими реквизитами болгарской компании, болгарского банка. Вы его оплачиваете в евро, из любого банка в России, по вот этим реквизитам, по международному счету, это все, в принципе, банки в любых городах это умеют. Многие у нас уже онлайн делают, также через онлайн-банк, потому что там меньше такса в переводе. Хорошо, ну смотрите, 2000 – это всего-навсего резервация, что дальше? Да. Какие же, все-таки, вот в этом договоре базовом, какие там есть штрафные санкции, и есть ли там обязательства по срокам с одной и с другой стороны, что там регулируется, что в этом договоре проговаривается? Да, это соглашение, да, не договор, а соглашение резервации, значит, в нем, конечно же, обговаривается, во-первых, сначала прописывается примерно схема оплаты, которую мы обговорили с клиентом до подписания, и второй момент, резервационное соглашение у нас идет на один, стандартно, я сейчас говорю, на один месяц, да, в течение этого месяца человек должен подписать предварительный договор и сделать первый взнос. В связи с данными обстоятельствами мы делаем все индивидуально, поэтому я не могу сказать сейчас, какой первый взнос, лучше все индивидуально по каждой квартире. То есть сейчас застройщик идет на эти условия без проблем, потому что, и как только станет возможно, мы обязательно со свой счет организовываем тур. То есть, ну вот, в Болгарии мы ждем, что с 13 марта, ой, мая, извините, уже будет снято чрезвычайное положение, и дальше нам станет проще в организации туров. Предположим, человек не готов все равно приезжать и, ну, там, знает вас, или наоборот просто, ну, понравилось, впечатлило, он не хочет приезжать в никакой демонстрационный тур, к тому же, ну, к сожалению, в Болгарии, там, может, границы и откроют, а вот разрешат ли нам до вас добраться, этот вопрос, к сожалению, пока открытый. Так вот, как тогда? Хорошо, вот график неких платежей есть. Следующий, смотрите, да, следующий этап после соглашения, мы готовим уже предварительный договор, предварительный договор на двух языках, обязательно болгарский язык, второй русский или английский. Предварительный договор со всеми приложениями, там и приложение по оплате, и приложение по управлению дальнейшему, и по правилам, да, правила нахождения на территории комплекса, мы их все подписываем, это все отправляется сначала онлайн, да, человек ознакомляется, если все окей, все согласовываем, тогда мы подписываем, подпечатываем и отправляем курьером для подписания покупателя. Покупатель то же самое подписывает со своей стороны, да, и отправляет нам наш экземпляр. После этого то же самое по счету, мы выставляем счет, в зависимости от нами договоренной оплаты, человек оплачивает по банку. Значит, смотрите, мы предлагаем рассрочку без процентов, стандартно это идет до момента заселения, по готовым объектам все индивидуально обсуждается. Три раза задали вопрос по поводу проживания с животными, как решается вопрос, и какие здесь возможности есть, каких возможностей нет. Да, отвечу на этот вопрос. Смотрите, то, что, кто находится у вас в квартире, это ваша собственность, мы регламентировать не можем, но на общих территориях, это имеется в виду ресторан, бассейн, запрещено гулять с животными, то есть вы можете дома содержать собачку, кошечку, пожалуйста, но выходите гулять за территорию комплекса, но в местах общего пользования запрещено. Это не наша вот там хотелка, да, в 2012 году была такая ситуация неприятная, одни собственники собачку кормили со стола в ресторане, у нас есть рестораны, пошли жалобы, и приняли вот такое решение, давайте для всех как бы единое, пожалуйста. Ну, то есть в квартире я держать животное могу, вышел на лестницу, там с ним прогулялся, но не на сентябре. Пожалуйста, да, вышли на пляж, парки рядом, пожалуйста, ну, с этим проблем нет, на самом деле у многих есть собачки, кошечки. Давайте один момент еще покажу, раз уж мы заговорили с вами о инфраструктуре, и вы показали какой-то пример, вот ты показали пример квартиры, вот если я правильно помню, вы рассказывали, вот этот кадр, наверное, здесь будет уместен, несколько раз. Это мебель у нас. Да, то есть вот когда человек выбирает, вы же ему показываете некий пример, условно говоря, ему стулья не нравятся, ну, там, у меня расцветка белая не нравится. Как я решаю в этом случае вопрос? Филипп, значит, в опыте вопрос по мебели у нас следующим образом, то есть даже когда у нас люди покупают на стадии строительства, они получают, да, то есть неважно, они приехали, посмотрели на месте, или смотрят это по налайне, они получают каталог. Каталог, в котором указаны, допустим, у нас три стандартных стиля мебели, один мебель для пентхаусов. И цена, что входит в нее, и какое наполнение, да, несколько стилей. Смотрите, здесь в зависимости уже есть такой немаловажный фактор, планируете ли вы сдавать свою квартиру в аренду. То есть если вы планируете, то вы должны соответствовать максимально, да, тому, что предложено по стандарту. Если вы не планируете, там можно уже многие нюансы изменять, переделывать, дополнения, это все уже... Вот про это как раз хочу уточнить. Предположим, я приобрел объект, не планировал сдавать его в аренду. Но вот сейчас, еще два года назад приобрел, все было нормально. А сейчас понимаю, что мне вот в этом году не приехать, а я уже там и мебель купил не ту, там, да, и вилки у меня там трехзубые, не четырехзубые. Вот в этом случае какие-то шансы у меня есть или все-таки нарвало заранее прям подумать? Вы знаете, Филипп, я всегда своих... Вот я 7 лет работаю, я всегда своих клиентов прошу. Вы сегодня мне говорите, что вы 100% не будете ее сдавать, через три года вы скажете, Юль, хотим. И поверьте, это очень частая практика. Поэтому я всегда говорю, что лучше закажите стандарт. Там какие-то дополнения вы всегда можете сделать, да, их там убрать, если нужно. У нас есть складовая, куда убираются на хранение личные вещи собственников, да, потому что мы являемся управляющей компанией, мы являемся и компанией, Хармонитур сдают квартиры в аренду. Поэтому рекомендую всегда максимально сделайте так, чтобы упростить себе жизнь в дальнейшем. А там какие-то... Потому что, ну, вы не единственный вопрос, это очень часто, когда время проходит, люди говорят, а, и пусть дается, ну, ладно уж, ничего, ничего. Или я там хочу сдать ее, чтобы оправдать себе содержание в дальнейшем. Тоже, почему нет, да. Квартира и вам, ну, и вы себя чувствуете комфортно, вы в ней живете, и там, пока вы не поехали, она вам окупила все расходы. Здорово, то есть недвижимость должна работать. Окей, давайте тогда поговорим, может быть, сейчас о текущих предложениях, потому что вы сказали, что, ну, все равно, кризис есть кризис, и какие-то вкусняшки, которых, условно говоря, полгода назад которых не было, а сейчас вдруг вот, спасибо, кризису, они появились. Давайте несколько слов о практических ценах, да, и потом о том, как вообще, ну, происходит этот процесс определения цены в вашем случае. Да. ну, начнем мы с того, что именно, да, да, спасибо. Начнем мы немножечко в целом о ценах, можно я скажу, смотрите, всегда, когда анонсируется любое начало старт-продаж, цены самые низкие, да, потому что, ну, нужно ждать, и поэтому старт-продаж самый низкий. С этапами строительства цена возрастает. Примерно к моменту заселения, так, сдачи объекта, у нас цена возрастает где-то на 25%, в среднем беру. Вот. Поэтому здесь, то есть, если вы хотите купить по самой низкой цене и готовы при этом подождать и воспользоваться расстройкой без процента на весь срок, то есть это до 24 месяцев мы сейчас предлагаем, пожалуйста, можете покупать на старт-продаж. Если вы хотите в готовом, то вы уже должны понимать, что это будет чуть-чуть подороже, но это нормально, это, опять же, не только мы, так строят, наверное, все. Что же мы приготовили, ну, специально, естественно, конечно, для сейчас покупателей, для наших трансляций, онлайн-вебинаров. Первый вариант, это у нас есть квартира в готовом доме на солнечном берегу, двухкомнатная квартира, двухкомнатная подразумевается евродвушка, гостиная с зоной кухни плюс спальня. Здесь мелкая планировочка, но вы можете посмотреть. Квартира полностью с мебелью и с техникой на втором этаже у нас в 48 квадратных метрах стоит 40 тысяч 900. Я хочу, пожалуйста, наивно немножко вопросов. Второй этаж, это вот по болгарским меркам, это круто, это самое лучшее или самое лучшее четвертое, такая же на другом этаже, насколько будет стоить. Вы знаете, по болгарским меркам мне сложно сказать, это больше по меркам покупателей, все зависят от страны. Я могу сказать так, кто-то у нас обижает, ну, кто-то у нас обижает первый этаж, кто-то европейцы любят шестой. Например, для них это считается последний этаж. Например, владельцы компаний живут на последнем этаже в Хармоне. Вот, серединочка, второй этаж, но многие, знаете, выбирают его за счет того, что это с детьми, что мне кажется безопаснее, бояться. Ну, есть такой момент. Кто-то, вот у меня есть, допустим, целая группа друзей, которые выкупили почти весь второй этаж в Хармоне 20, ну, потому что они хотели, первая боится выше жить, все с нами хотят жить вместе на одном этаже, быть соседями. Вот такой пример. Хорошо, продолжайте. вот есть, значит, если я правильно понял, тут не все могут разглядеть, немножко мелкий шрифт, 48 квадратных метров, и еще вопрос, сразу площадь квартиры заявляется по внутреннему периметру или по внешним стенам? Как это? Нет, конечно, общая площадь, это включая общие территории, да, это полуболгарскому законодательству, мы не можем по внутреннему, нет, конечно, это с общими площадями, то есть, включая балкон, включая санузел и включая стены. Понятно. В Болгарии продается здание полностью, чтобы вы понимали. Окей, вот 59 метров, это что такое? Это евро-трешка, то есть, квартира с двумя спальнями, это такой вариант, как я вам на видео засняла, вот, это прям вот такой вариант, в этом комплексе Хармони, это тоже солнечный берег, Хармони 12, дом сдан в июле прошлого года, 19-го, вот, с двумя спальнями, с балконом, на второй, тоже второй этаж, по-моему, да. Общая площадь 70 квадратных метров. Вы сказали при этом, что есть какие-то вот, вот это, есть какое-то скидочное предложение, то есть, скажем, три года, три, два месяца назад, там, месяц назад, эта история стоила меньше? Да, вы знаете, 59 900, цена в прайсе у нас 65 900, ну, просто я могу прайс отправить, да, где у нас, да, то есть, мы это запускаем специально вот сейчас, именно с сегодняшнего дня акция, еще на сайте, по-моему, она не опубликована, то есть, это то же самое, 4900, она в прайсе 43 900, то есть, на квартиры с одной спальней, у нас сейчас акция 3000 евро, на квартиры с двумя спальнями, у нас акция 5000 евро. Но по факту, это по большому счету 10%, получается, вы видите именно, ну, вот, то есть, для вас 10% это такой, ну, как бы ориентир-показатель, то есть, скажем, вы бы не снижали цены, нибудь, этого кризиса, или это все равно такая, знаете, весенняя история, которая всегда полезна? Нет, нет, это не весенняя история, таких скидок до 5000 евро мы, ну, это чисто вот сейчас, специально в связи с ситуацией, а так у нас, Филипп, обычно, вы что, апрель месяц, самый-самый активный спрос, потому что в марте месяце все просыпаются, вы же знаете, наоборот, нет, то есть, это именно в связи с тем, что люди не могут, вот, они не могут приехать, и чтобы им было приятно, и чтобы они смогли решить, пожалуйста, вот, мы готовы сделать такую скидку. от момента, от момента того, когда человек говорит, все, я готов, все здорово, до того момента, когда сделка уже совершена, и он, не приезжая в Болгарию, становится, ну, собственником. Сколько времени проходит? Филипп, если это дом построен, вот как сейчас мы два предложения посмотрели, да, ну, от месяца до полутора месяца, в зависимости от пересылки документов, тут уже не от нас зависит, до месяца мы готовы совершить. А если не построен, и вот из тех комплексов, о которых вы говорили, вот у вас же не все, как я понимаю, сейчас уже построены, некоторые в старии строительства находятся. Филипп, а можете мне святой, вот, показать нам. Говорите, какой сейчас показываю, нет. Следующий, следующий, еще, и еще ниже. Следующий. Святой вас, спасибо большое, Harmony's Youth 10 и 20, да, данный дом у нас, видите, сдача написана, Harmony's Youth 20 сдается 30 августа 2020 года, 250 метров от моря дом находится. Вот этот комплекс, то есть сейчас у нас процентов 30 квартир осталось на продаже. Дом готов уже полностью идет, озеленение общей территории и меблировка квартир. Для всех, кто желает, вы можете оставлять свои контакты, мы вам вышли, у нас 25-го был онлайн-трансляция именно с этого комплекса, с 20-ки, и все показали, да, и качество, и дом, и ширину стен, да, потому что еще есть некоторые этапы, ну, как бы работ проводятся, да, вот смотрите, в этом доме, то есть если человек выбирает квартиру, можно ее оформить, то есть на предварительный договор подписывается, да, сразу, да, в течение месяца после выбора, а уже нотариальный акт можно будет оформить с 30-го августа, то есть, пожалуйста, 31-го августа и дальше. Окей. После того, как дом будет сдан. Юль, раз уж вы сказали о онлайн-трансляции, я сразу хочу проанонсировать одно мероприятие от компании Harmony Suits. Завтра состоится, ну, по сути, если я правильно понимаю, реальная такая онлайн-трансляция. Да. Сейчас мы общаемся в такой студийной обстановке, и у нас только вот запись такая была сделана Юлий несколько недель назад, а вот завтра компания Harmony Suits проводит уже такой онлайн-показ, милости просим, ссылочку, я думаю, сейчас мои коллеги в чате скинут, вот она, пожалуйста, если вам интересно, милости просим, хотите узнать более подробно и получить прямые кадры из Болгарии и уже даже не 29-го апреля, а 30-го. Да. То есть это будет завтра. И завтра в 13 часов у нас и пляж покажем, Солнечный берег, и все посмотрим, поэтому мы, да, милости просим приходить. Окей. Юль, поступило уже несколько вопросов, давайте поговорим на самом деле о второй важной истории, а в случае с покупкой подобного рода объектов, ну, может, даже с первой. Все-таки вот по статистике Прианру сейчас меньше четверти людей, меньше четверти людей покупают недвижимость как дачу, то есть я чуть-чуть приехал, побывал, и мне даже не очень важно, что с ней происходит. А вот инвестиционная история, она особенно в текущих условиях, особенно с нестабильным курсом рубля, особенно с той логикой, что вот я сейчас выведу деньги, куплю что-то себе за границей, и хоть что-то, да, какой-то объект. Вот интерес такой у людей есть, но при этом сразу возникает вопрос, все-таки Болгария и курортная недвижимость – это особая, очень специфическая история, связанная с инвестицией. Несколько слов об этом, поначалу, наверное, какие-то ваши общие рассуждения, да, как зарабатывают на этих квартирах, как они растут в цене, если растут. Сейчас, возможно, падение, и тем более на вторичке. Как вам все видится эта история? Филипп, можно я точню? Мы поговорим про перепродажу, или я могу говорить про аренду, потому что я больше запросил. Начнем с аренды, а потом поговорим о перепродаже. Договорились. Да, я с вами полностью согласна, и это по вашей статистике, и по нашей. Да, мы видим, что за последние 2-3 года возрос очень спрос, действительно, на покупку недвижимости с целью получения пассивного дохода. Очень активно люди покупают, люди хотят вложить, и не особенно им нравится то, что когда компания оказывает и управление, и компания оказывает возможность сдачи. То есть очень часто меня спрашивают, Юль, а кто будет сдавать? Я хочу купить, но я не хочу этим заниматься, не хочу приезжать, я не знаю, как это делать, я хочу дома сидеть, получать доход. Вот мы такие, у нас прям зарегистрирована наша компания Harmony Tour, которая занимается полной посреднической услугой по сдаче в аренду. То есть они заключают договор с собственниками на сезон. Обратите внимание, квартиры на побережье сдаются в сезон. Это, как правило, с 1 мая по 30 сентября. В договоре прописывается данный срок. И дальше уже компания, то есть Harmony Tour, занимается поиском туристов. В первую очередь, это работа с крупными туроператорами, это работа напрямую с сдачей в аренду и со всеми возможными площадками по сдаче в аренду. Как правило, июль-август у нас всегда был стопроцентная заполняемость, май, июнь, сентябрь, там уже в зависимости от каждого года. Я прошу всех не делать выводов по 2020 году, потому что надо понимать объективность, что сейчас, да, весь туристическая сфера, она немножко страдает, это чувствуется. Поэтому я буду больше говорить, с новостью на 2018-2019 году по аренде. Да, по условиям, пожалуйста. А дальше поговорим тогда, по 2020 поговорим отдельно. Значит, по условиям сдачи, то есть человек заключает договор, дальше квартира сдается. От прайса по аренде, который получают все туристы, компания удерживает 15% за уборку и, соответственно, смену там полотенец, и пустующих товаров, и 15% за рекламу и наши оплаты туроператорам процента за работу и наши. Вот. И 10% оплачивается налог на доходность. То есть это не компания берет, да, это оплачивается официально в налоговую службу. Все, квартиры сдаются официально. Мы подаем сейчас очень строго, возможно, вы уже, ну, как бы в курсе, да, с прошлого года, обязательно получение категории на квартиру, на сдачу квартиры. Объясняю обычно так, у отеля есть звездность, у квартир есть категория, категоризация квартиры, да. То есть прежде, чем ее сдавать, тебе нужно получить статус категории, и потом можно официально уже сдавать. Вот. Скажите, а вот вы сказали, все-таки речь идет о краткосрочной аренде. Какие цифры достигались, давайте поговорим, ну, там, 2019 год. Лучший пример и худший пример, и от чего вот лучший и худший зависит? Ну, условно говоря, есть моя квартира, есть квартира там на втором этаже, есть квартира моя там на пятом этаже. И вот, например, или вот в этом комплексе сдаются... Филипп, во-первых, аренда, да, я всегда говорю, когда люди переживают, что в одном доме у нас есть кому-то там какие-то личные, да, там какая-то квартира больше будет сдаваться, другая нет, работает сервер. Это не человеческий фактор, да, есть определенная загруженная программа, где забиваются данные, и она распределяет. Ну, во-первых, зависит от клиентов, они хотят это, часто же люди конкретно делают запрос в этом объекте. Ну, если у нас уже нет там квартир, мы начинаем предлагать что-то другое. Вот. По запросам могу сказать, что, конечно, больше на аренду пользуются квартиры с видом на бассейн, с видом на море, то есть такие варианты, да, люди приезжают на 2-3 недели, они хотят чаще всего красивый вид. И топ сдачи в аренду – это квартира с одной спальней, евро-двушка, потому что, ну, берем, опять же, среднюю семью, которая арендует, да, наши арендаторы – это обычная семья, у которой есть один-два детей, либо там бабушка с мамой приезжает, с детьми, то есть это обычно где-то 4 человека. И смотрите, в квартире с одной спальней размещаются до 4-х человек, то есть гостиная, раскладывающийся диван, и спальня, ну, в зависимости от спальных мест, 4 спальных места, спальня и кровать. Вот. Поэтому это самый вот такой, ну, как бы, довольно-таки распространенный вариант, односпальный вариант, либо левро-двушка, мы еще называем, с видом на бассейн. Уже поэтажности, если честно, прям такого, ну, этот этаж лучше сдается, этот хуже, я не… Ну, бывает, да, что там только не первый, только не шестой, вот, бывает, да. В среднем квартиры сдаются у нас 70-80 евро в сутки, вот один плюс один. Скажите, пожалуйста, кто определяет цену сдачи? Цена – это наша компания, Harmony Tour, они указывают цены, они обычно, когда отправляют договор на сотрудничество, прикладывают цены на сезон. Ну, с каждым годом где-то на 5% цена возрастает. А в этом году? Ну, понятно, что ситуация вот… Все-таки, ну, понятно, как вы видите вообще перспективу вот этого года? Кто будет приезжать? Будут ли? Как вы хотите сейчас решать эту задачу? Филипп, знаете, я хочу сказать, здесь очень много думала про аренду, мы много общались, я хочу сказать, что в любой неприятной ситуации всегда можно найти свой плюсик. Вот неприятная ситуация с пандемией в чем? Смотрите, в том, что распространяется очень хорошо этот вирус через что? Через у нас систему кондиционирования, через единые вот эти системы. Почти все гостиницы у нас единая климатизация, а в квартирах, в комплексах это индивидуальное. То есть, грубо говоря, в квартире вы можете себя обезопасить, самоизолироваться, благодаря тому, что у вас не будет распространения общего кондиционирования. И я даже ставлю, ну, ставку, мы так предполагаем, что квартиры возрастут в спросе, в ближайшие, я не говорю про 20-е, я говорю про 21-е, 22-е, ближайшие года, потому что ситуация с коронавирусом, я не думаю, что она исчезнет, раз и все, мы закроем, ну, вот она пропадет. Вот этот страх и это вот, ну, излишнее, да, в будущем у людей, а все равно отложится, да, самозащита. Поэтому я думаю, что квартиры только, вот если правильно людям объяснять, действительно, сколько плюсов арендовывая и живя летом в квартире, а не в отеле, то есть спрос будет только расти на квартиры. Что касается 2020-го, да, добавлю, ну, да, что касается 2020-го года, есть несколько сейчас обсуждений в Министерстве туризма, когда откроется сезон, это предположение, пока я 15 июня, я читала, 1 июля, либо конец августа. Ну, самое позитивное, я думаю, будет, 15 июня не особо верится, пусть будем говорить про 1 июля, поэтому в целом, да, сезон будет намного слабее, мы май и июнь теряем, обычно квартиры сдавались уже сейчас, да, но сейчас отмен на июль-август у нас нет, то, что были ранние бронирования, все так же, пока люди, никто не отменяет, что мая, понятно, что отменились, вот, и плюс, сейчас есть активная компания по аренде у нас на местном рынке, то есть мы привлекаем болгар, да, мы даем сейчас ниже цены, чем по прайсу, мы делаем скидки, но для того, чтобы мы наполнили комплекс, мы заполнили квартиры, то есть мы заинтересованы, у нас сейчас очень-очень активно рекламируется сдача в аренду среди болгар, плюс мы ожидаем соседние страны, которые приедут, Румыния, например, наши соседи, они одни из самых, там входят в тройку туристов Болгарии, да, ну, кто больше всего отдыхает, поэтому мы же думаем, что они тоже приедут, то есть те, кто смогут на машинах доехать, это там, Украина, Молдавия, Сербия, тоже. А, кстати, как сейчас вот обстоят дела внутри Болгарии, ну, то есть, насколько гражданин Болгарии, там, ну, две недели назад, он просто не мог приехать из одного региона в другой, какие разрешения у них сейчас, и какие ограничения вот сейчас существуют, вот, ну, опять же, первое июля, хорошо, если первое августе чуть хуже, первое сентября совсем тяжело, это все-таки иностранная история, а вот внутри болгарская. Но в любом случае, нет, подождите, то есть 15 июня, если они официально разрешат сезон, то все начнут, мы же не можем открыть работу свою без разрешения, то есть это все зависит от государства. Могут же как сделать, могут открыть границы, открыть внутри Болгарии, а внешние границы не разрешить, то есть чтобы болгары могли приехать, а, скажем, те же самые румыны не смогут. Такая вероятность есть, и вот что про это говорят? Смотрите, да, но уже я могу сказать про положительные изменения. 27 апреля открыты парки, то есть люди могут гулять, там есть определенное время, с 10, 30, с 18, 30, с детьми, то есть потихонечку вот эти ограничительные меры, они, получается, уходят, как в многих европейских странах, и мы ожидаем, что все-таки чрезвычайное положение будет снято уже, и люди начнут, да и сейчас многие хотят уже приехать на побережье, потому что все прекрасно понимают, что, ну, иммунитет можно, да, укрепить на побережье намного лучше, нежели в городе, там, в Софии, например, в столице. Да, то есть вы нам только разрешите, а уж за нами не заржавеет, да? Да, это точно. Скажите еще такой момент, ну, тут, не знаю, в вашу пользу это будет, не в вашу пользу, очень часто, ну, приезжая на курорт и готовясь, желая проживать в отдельной квартире, люди хотят, ну, по максимуму заселиться в один номер, да, то есть я, ну, такой табор, назовем это так, да, насколько, да, и в этом случае считается, что лучше сдаются квартиры, где спальных мест относительно площади как можно больше. То есть, понятное дело, ты можешь сделать квартиру 1 плюс 1, где будет просто одна кровать двуспальная, а можно поставить кровать, еще маленькую детскую кроватку, еще диванчик. Вот эти моменты каким-то образом регламентируются, и какие ваши, ну, там, идеи и, там, предложения на этот счет. То есть, вот, квартира одинаковой площади, это всегда одно и то же количество потенциальных арендаторов. Ну, да, вообще-то это все регламентируется, конечно, у нас для этого работает ресепшн, мы поэтому берем на себя ответственность по сохранению комплекса, то есть в квартиры, допустим, с одной спальней, да, 1 плюс 1 мы размещаем до 4 человек. Если это квартира с двумя спальнями, размещается до 6 человек. Там то, что касается кроваточек, мы тоже их предоставляем, но если это маленькие дети, это, понятно, это идет как, ну, это не считается. Вот, но, ну, кому будет комфортно, скажите, пожалуйста, жить в односпальной квартире табором. Нет, это не вопрос комфортного, вопрос возможностей, да, то есть все хотят, не все могут. Ну, понятно. Еще такой момент, скажите, вот тоже прочитал, Владислав ответил уже на этот вопрос, но просто уточнение. Если мы говорим о краткосрочной аренде, то есть в ваших комплексах в аренду вы сдаете принципиально краткосрочно, потому что вы сказали, комплекс работает постоянно, да, круглогодично. Если кто-то хочет снять нам на весь, ну, на более долгий срок, или, например, если у кого-то есть желание сдавать свои апартаменты, ну, там, в том же самом, ноябре или октябре, то есть, ну, понятно, ты там заработаешь гораздо меньше, но как вы к этому относитесь, какие здесь есть возможности? Вы знаете, спрос рождает предложение, поэтому мы всегда хотим, ну, сдать-то я, может, тоже хочу в декабре, знаете, ну, нужен спрос. Поэтому мы отталкиваемся от того, что когда есть запросы, запросы в основном в сезон, то есть под аренду, поэтому они сдаются. Но если у кого-то есть запрос на постоянное жилье, на постоянное, там, на год снять, на шесть месяцев, всем, конечно, уже будет индивидуально составлено предложение, где цена будет вне зависимости от суток, да, посуточно, в зависимости от периода, на который человек хочет арендовать. Конечно, то есть, пожалуйста, запрашивайте, мы всегда сможем предложить любой индивидуальный вариант. Отлично. Скажите тогда такой момент, все-таки, опять же, вернемся к тому, с чего там, о чем говорили в начале, говорили о ценах, да, что предложения в высоком ценовом сегменте, предложения престижные, это особый клиент, особый интерес. По вашим ощущениям, вот что ценят люди в данном случае? Ну, потому что в Болгарии есть варианты, мы сейчас не говорим о качестве, и вы справедливо заметили, кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Есть там однушка за 15, есть за 20, ну, за 15 нет, давайте там 20, есть 30, есть 40, да, 1 плюс 1. Вот что дает людям, или вернее, ради чего люди, по вашим ощущениям, берут там вот за 40, а не за 30 и не за 20? Чего они ждут, что они получают? Ваш, вот... Ну, дальше могу. Ну, смотрите, я думаю, думаю, что я уже несколько раз на этом останавливалась, но давайте еще раз подытожим, да, что мы обычно, что мы хотим купить квартиру, да, на море, то есть мы хотим повысить свой уровень жизни, там, хотим чего-то лучшего. Поэтому для людей, ну, вот, общаясь, да, с нашими собственниками, для них, ну, очень важно то, что мы являемся еще и управляющей компанией, то, что мы поддерживаем полностью свои комплексы, да, они могут приехать в любое время, это все поддерживается, это все всегда 10 лет дому, неважно, все территории шикарно содержатся. Второй момент – инфраструктура, да, это открытые бассейны, детские игровые площадки, летом анимации, это парковые территории большие, это спа-центр у нас, кинозал есть, то есть у нас есть вся необходимая инфраструктура. Например, те, кто приезжает в межсезонье, да, там, они всегда могут сходить в спа-центр погреться, они могут поплавать, это тоже очень важно. То есть люди, ведь люди, когда покупают, они не покупают просто коробку, они не покупают просто квадратные метры, они, в принципе, покупают дом, соседей, общую территорию, локацию в целом. То есть это все является основополагающей для выбора. Ну, конечно, конечно же, инфраструктура очень многих привлекает, очень многих. Окей, хорошо, давайте тогда еще одного вопроса коснемся про платежи. Понятно, стоимость квартиры, но какие платежи предстоят собственнику, на что он должен закладываться, к чему он должен быть готов, пожалуйста. Да, обычно, как это происходит? То есть мы выбрали квартиру, да, человек хочет, ну, конечно, он интересуется, а что я буду вот, во что в дальнейшем мне выльется эта квартира? Да, это у нас ежегодные платежи, и единоразовое это то, что у нас оплачивается перед сделкой. Давайте единоразовое мы начнем, то есть перед оформлением квартиры в собственность, человек оплачивает счетчики, подключение счетчиков, это 398 евро, это оплачивается на налоговая карточка, эта карта называется в Болгарии Булстат, значит, налоговый идентификационный номер. Стоит эта карта 97 евро. И это оплачивается госпошлина у нотариуса, то есть в день сделки, в зависимости от площади цены квартиры, от 800 до 1300 евро, ну, в зависимости от квартиры, да. Тут немаловажно, что наша компания, как застройщик, да, мы подготавливаем полностью пакет документов для сделки бесплатно, то есть оказываем полностью юридическое сопровождение, и сделка происходит на болгарском языке, потому что это государственный нотариус оформляет, обычно человек предоставляется переводчику. Окей, давайте теперь о ежегодных. Да, ежегодных. Я всегда обращаю внимание на это, да, ежегодные платежи, потому что выбирая страну, например, так, потому что люди часто же сравнивают несколько стран, то есть в дальнейшем содержание квартиры – это немаловажно. Смотрите, первое – ежегодное обслуживание комплекса. Здесь оплачивается у нас один раз в год, в зависимости от площади квартиры, 12 евро за квадратный метр. То есть если мы берем в среднем 50 квадратных метров, то у нас получается 600 евро в год содержание. Вода, в содержание, да, укажу, что входит, чтобы представление было. То есть это первое – это уборка общих территорий, озеленение, охрана, видеонаблюдение, бассейн, очистка, то есть поддержка общих частей полностью – это подвод в обслуживание. Вода и электричество внутри квартиры у нас оплачиваются по счетчику. То есть здесь в зависимости уже от сколько вы нажили, например, столько вы оплачиваете. Тут я представила тарифы 2019 года, это примерно, да, до сотых мы не писали. Вот. Но обычно я говорю так, это примерно 30 евро в месяц, извините, 30 евро в месяц выходит вода и электричество. 30-40, вот так. Ну, если жить вот весь месяц, пользоваться всем, ну, чаще всего же тоже люди приезжают, они чаще еще не готовят, да, больше находятся на улице, поэтому все в зависимости тут от потребления. Вот. И ежегодный налог на недвижимость, он обязательно оплачивается, вот как раз по вот этой карте БУСТАТ в налоговой службе. Здесь приблизительно 1 евро 20 центов за квадратный метр. То есть опять, если мы говорим про 50 квадратных метров, это у вас получится 60 евро в год. Налог на недвижимость. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, если я сдаю, хочу зарабатывать на квартире своей, какие-то дополнительные платежи, чтобы получить разрешение, ну, чтобы вот компания ваша сдавала мою квартиру, какие-то дополнительные платежи должен делать? Нет, дополнительных платежей нет, то есть там уже налог с доходностью оплачивается 10%, я указывала, а вот получение категории, если вы спрашиваете, она не оплачивается категоризацией. Окей, Юль, давайте еще все-таки пару слов. Начали мы с вами про недвижимость с точки зрения получения дохода. Несколько слов о динамике цен на ваши объекты. Можно ли заработать на росте цены или, ну, можно ли было, и как вы позиционируете сейчас эту ситуацию? Все-таки скидки вы предоставляете не просто так. Можно предположить, что цены будут снижаться. Сейчас, кстати, нам еще несколько вопросов пришло здесь. Да, я сейчас по поводу, во-первых, хочу сказать перепродажи. Вчера Вячеслав на это обращал внимание. Я сегодня хочу сказать, что слава богу, что сейчас собственники понимают ситуацию, и мы думали, что будет там вторичка появляться. Нет, сейчас никто не хочет продать. Это позитивно для меня, что люди ждут и понимают, что вот в такой открытой ситуации лучше не стоит перепродавать. Вообще, смотрите, с момента, да, опять же, старта, если кто-то покупает, к моменту заселения, конечно же, потом в будущем перепродать, он на этом заработает, да, на вот этом росте. Но недвижимость – это такое дело, когда, ну, больше в перспективу. То есть это не значит, что вы сегодня купили, через год перепродали и заработали, да. Здесь, я считаю, что нужно рассматривать, ну, более в длительном периоде, но да, возможно, конечно, возможно, перепродажи и заработок на этом. И этим многие пользовались. Многие покупали квартиры, там, с 54-55 лет перепродавали их. Как только, как вот инструмент заработка. Скажите, пожалуйста, вот, звучала цифра, но я не помню, то ли вы ее произнесли, то ли, может быть, я ее просто прочел в чате, просто уже из головы вылетело. Удачные годы доходность какая была у апартаментов? Ну, смотрите, где-то от 5 до 8% годовых от стоимости квартиры. До платы налогов или уже после? Нет, это уже учитывая налогов. Болгарские налоги. И как в таком случае, ну, если человек хочет и сам там неделю по-другому пожить, ну, хорошо, не берем 20-й год, давайте 21-й. Как это определяется? И есть ли здесь какие-то ограничительные или неограничительные меры? Ну, то есть, что вот в этом вы жить не можете, а вот тут, пожалуйста. Нет, это ваша собственность. И здесь вы вместе к договору, который подписываете на сдачу, на, допустим, 2021 год, вы подписываете сразу и, ну, как допсоглашение, в котором указываете даты вашего личного проживания и даты сдачи в аренду. Но опять повторюсь, если вы хотите заработать, июль-август, при высоком спросе, пожалуйста, сдавайте, не разрезайте нам сезон. Приезжайте лучше в июне, пожалуйста, в сентябре, очень комфортно, бабье лето, ну, пожалуйста, в бархатный сезон. Вот. То есть тут уже вам стоит для себя решить, что для вас основное. Ваш личный отдых, либо доходность. Но это не вы нам делаете, да, это вы нас ограничиваете, то есть при сдаче в аренду. Вы пишете даты вашего проживания. Окей, Юль, ну, и тогда уже ближе к завершению. Давайте немножечко романтики, там, философию, даже не знаю, как сказать. Вы же строите комплексы, вот давайте я два кадра покажу. Сначала один вот здесь был, в самом начале я где-то его видел. Вот он. Значит, у вас есть, вот я вижу комплексы, ну, не знаю, виден ли зрителям нашим курсив. Ну, если вот это не курсив, а курсор не виден, ну, ничего страшного. Значит, вот по левую руку, это, собственно, у нас солнечный берег. И вот те комплексы в основном, которые были как раз построены, ну, сколько вы сказали, 13 лет назад, 10 лет назад и так далее. Вот тут идет Святой Влас. Святой Влас, в общем, по умолчанию считается более престижным местом на курорте. То есть, Солнечный берег, он такой более массовый, Святой Влас нет. Вот, но это по умолчанию. Вот для меня лично, может, я такой не совсем, ну, когда я бывал в Болгарии, для меня Солнечный берег всегда был более привлекательным. Это мое такое субъективное мнение. Ваши ощущения, вот квартиры на Солнечном берегу относительно Святого Власа, как они, где лучше сдаются, где они дороже, где, вот реально ли ваши комплексы на Святом Власе все равно престижнее? Давайте, да, теперь про побережье поговорим немного. У Солнечного берега есть такое название, ну, кто-то его называет Лас-Вегасом на Балканах. То есть, это означает, что здесь есть абсолютно все. Здесь первая линия, да, отельная линия, такая туристическая, это нон-стоп дискотеки, магазины, ну, такой интерактив, да, лунопарки, аквапарки, то есть, это и для детей, и для взрослых, ну, интерактивчик. Что касается Святого Власа, его называют элитная деревня, деревушка. Почему? С деревушечкой я, конечно, не соглашусь, потому что это довольно-таки развитый уже курорт, хороший город. Но, действительно, там намного тише, спокойнее, и Святой Влас расположен на предгорье горы Старого Ланина. То есть, здесь предгорье, здесь очень хороший микроклимат. Не зря уже на стыке между Солнечным берегом и Святым Власом в светское время был построен санаторий для восстановления отдыхательной системы. Вот. Святой Влас выбирают люди, которые хотят более тихий и спокойный отдых, чтобы ближе к морю, и, ну, если нам хочется повеселиться, мы всегда можем поехать на Солнечный берег. Да, для тех, кто не был в Болгарии, я объясню это как два соседних района. То есть, это не такие большие расстояния, всегда можно пешком добраться, всегда можно доехать. То есть, это, ну, для меня это единая бухта, да, не Себр, Солнечный берег и Святой Влас. На Солнечном берегу комплексы расположены где-то 400-600 метров от моря, да, именно из-за того, что первая линия очень шумная, там некомфортно жить. В Святом Власе это 200-250 метров от моря. Теперь то же самое и для туристов. Кто-то из туристов хочет просто море и рядом к морю, им не надо интерактив. Кто-то, наоборот, выбирает Солнечный берег именно благодаря тому, что здесь очень крутая инфраструктура, здесь много всего, особенно для детей. То есть, Солнечный берег, семьи с детьми, они, конечно, выбирают благодаря тому, что всегда есть чем завлечь детей. И можно пройти. Но, как туристы, как наши собственники, вы всегда можете с одного хармони с Святом Власе дойти до второго, да, на Солнечном берегу. Глубная система, опять повторюсь, это позволяет. А если мы говорим о ценах, то есть при прочих равных объект, вы позиционируете недвижимость в Святом Власе как еще более престижную, чем на Солнечном берегу или нет? Такого нет у вас. Вы знаете, если мы берем цену на покупку квартиры, то там чуть выше, да, потому что и земля дороже в Святом Власе, нежели на Солнечном берегу. То есть, это тоже играет на ценообразование. Ну и плюс близость моря и видовые квартиры на море, конечно, они будут чуть дороже, чем виды там на бассейн, например, или на парк. Вот. И при аренде то же самое, по-моему, там не сильно отличается, но где-то на 5 евро, наверное, в сутки будет подороже аренда из-за близости моря в Святом Власе. Ну, пошли уже вопросы такие масштабного толка от Евгения. Вопрос с точки зрения инвестирования, Юль, почему надо покупать в Болгарии, на ваш взгляд, а не в Краснодарском крае? Ну, сложно. Чего сразу смеетесь сразу? Я смеюсь, потому что я не эксперт в недвижимости в Краснодарском крае, если здесь кто-то есть, я боюсь, что закидают меня помидорами. У нас еще помидор, в Болгарии еще не начался помидорный сезон, чуть позже. Чуть позже, да. Вы знаете, ну, наверное, то, что я одно из самых главных выделяю, это получение дохода в валюте, в евро. То есть, это немаловажно. Ну, и во-вторых, все-таки я скажу, что инфраструктура на побережье, Солнечный берег, Свой Влас, она идет, ну, довольно-таки на высоком уже уровне. И это видят все, кто приезжает, да, в течение 10 лет в Болгарию. Поэтому инфраструктура, и я думаю, что плюс, возможность сдачи в аренду не только для россиян, но и при сдаче в аренду для туристов из Европы. Европейцы очень активно приезжают в Болгарию, очень нравится Болгария, для них доступная, интересная страна с прекрасными фруктами и овощами. То есть, Краснодарский край, опять же, мы рассчитываем только в основном на россиян. Поэтому я всегда говорю, что выбирай, приезжайте, смотрите у нас, либо вот сейчас онлайн. Краснодарский край недешевле, я вижу, кто-то пишет. Вот. Везде, не всем могут, не всем разрешено купить недвижимые за границей. Понимаю. Соответственно, да, возможности такие. Скажите, пожалуйста, был вопрос по поводу школ, ну, и, допустим, детских садов, расширим, если люди переезжают именно в Софии, насколько я понимаю, главная там школа, там при посольстве просто есть русскоязычная. А если мы говорим по побережье, ну, я вам расскажу на русском, да, пожалуйста. Конечно, обязательно, это тоже важный фактор для тех, кто для постоянки. Но в Бургасе есть у нас русская школа, а у нас в Несебре есть школа, где с пятого класса идет русский класс. Можно учиться на русском, но вот сколько у меня коллег, сколько у меня знакомых, друзей, которые переехали на Памже в Несебре, если в том власти учатся, дети прекрасно учатся на болгарском. Честно скажу, они очень, если это маленькие детишки, у нас до пятого класса, то они адаптируются очень легко. А дальше уже после пятого класса они выбирают направление. Плюс в Болгарии очень распространены изучения языков, то есть дополнительно английский, французский, немецкий. Это тоже большое, вот, для образования большой плюс. Я рекомендую, рассматриваю. Школа муниципальная или государственная, она платная, бесплатная, как на каких основаниях? Это государственная школа, это государственная школа, да. Для круглогодичного проживания лучше Святой Глаз или Солнечный берег? Для круглогодичного проживания у нас есть такой проект, у нас есть проект Grand Resort. Он расположен на Солнечном берегу, но ближе к Несебру. Там прям, знаете, такой жилой район, вот я когда в январе приезжаю там в любое время, там все живет. И плюс недалеко, ну, как бы не Себр, да, 3 километра, до школы. То есть это один из вариантов. То есть тут, ну, есть и там свои плюсы, можно и в Святом Глазе рассматривать, можно и на Солнечном берегу этот проект Grand Resort. Если можно, Филипп, в файлах он есть. Я бы хотела показать вот этот проект Grand Resort. И вот две секунды, если может про него. Вот так. Он у нас шестой. Вот. Шестой. Сейчас, вот это же он. Сейчас, погодите, что он? Секундочку, секундочку. Хармонис Ютс. Сейчас, одну секунду. Вот, это он. Да, да, спасибо большое. Вот этот проект, он расположен на Солнечном берегу, где-то 650-700 метров от моря. Как раз для постоянного жиля отличный вариант. Рядом здесь большой супермаркет, который работает круглый год на побережье. Аптеки, поликлиники, автостанция, банки. Это все в шаговой доступности. Все работает круглый год. И 3 километра от Несебра. Гранд Резорт вообще-то наш такой новая изюминка, новое суперпредложение. Потому что здесь большая парковая территория, 8 тысяч квадратных метров. И вокруг него вот наши комплексы. Два из них на фотографии, все реально, фото. Два из них у нас сданы, уже заселены. И два из них сейчас начинают строиться со сдачи в декабре 2021 года. Здесь сейчас самые низкие цены на покупку. Вот. И рассрочка без процентов. Вот лягушонок есть, это у нас подогреваемый детский бассейн на улице. Тоже это, ну вот сейчас одно из таких, по-моему, на побережье больше нет уличных подогреваемых бассейнов. Юль, ну пошли вопросы уже к вам, как просто к знатоку Болгарии. Вопросы такого, несколько общего толку. Но давайте все-таки несколько лет мы делим. Дорого ли здравоохранения, ваши ощущения? И на самом деле, вот опять же, одно дело София, да, и крупные города. А другое дело, если ты переехал и живешь на Солнечном берегу. Как с здравоохранением? Значит, по поводу здравоохранения. Во-первых, все пользуются медицинскими страховками. И, то есть, здесь в зависимости вы медицинскую страховку оформляете, там, краткосрочную, либо долгосрочную. Я могу сказать, примерно, вот, одна из компаний, где я пользуюсь, это годовая страховка стоит, по-моему, чуть меньше 100 евро. 90, скорее всего, евро, там 180 лет было. Вот, это обслуживание на год, и вы можете, ну, как бы, ей, она включает, там, все, абсолютно, это расширенная страховка, можно ей пользоваться, то есть, это очень удобно. Если вы как турист приезжаете, обязательно оформляйте страховку, неважно, это в России будете, либо вы ее купите, там, на побережье, в Болгарии. На побережье у нас несколько клиник, болгарские муниципальные, частные, вот, по медицинской страховке вы можете и там, и там обращаться. Это святого света неделя на солнечном берегу, у нас тоже несколько, это все в шаговая доступность, там, буквально, 3-5 минут идти. То есть, это очень удобно, ну, если что-то случится. Плюс, смотрите, можно всегда, ну, опять же, страховой случай какой-то наступает, всегда можно обратиться даже к охраннику. Это, вот, опять же, управление, видите, как много значит. Ночью у хранник, днем ресепшн работает, там, девочки сюда помогут. Все говорят на болгарском языке, на русском языке, поэтому никаких сложностей не будет. Вот тут как раз был вопрос, как с русским языком в Болгарии. Русский. Вы знаете, как дома? Вы реально думаете дома? Реально. На побережье, ну, вот, в 100%. То есть, вы себя будете чувствовать в любом месте. Я когда, ну, вот, обращалась с дочкой в поликлинику, со мной разговаривали на русском. Хотя, я говорю, я, ну, как бы, может, на болгарском, но люди же настолько привыкли. Они говорят, привычка. То есть, поэтому все написано, во-первых, на кириллице. Да, то есть, мы всегда можем прочитать. В принципе, азбуку придумал Кирилл Мефодий. Всегда можно разобраться. Люди очень добродушны. Они всегда все подскажут, объяснят. И вот с русским точно нет проблем. С языком можете переживать. Отлично. Дорогие друзья, давайте теперь поступим следующим образом. Я сейчас сделаю несколько объявлений, и мы уже будем отвечать на самые-самые-самые последние вопросы. Значит, во-первых, еще раз хочу напомнить о том, что завтра вы можете побывать в Болгарии виртуально, во всех смыслах этого слова. Виртуально, потому что компания Harmony Suite завтра побывает бесплатные вебинары. Вы сможете просто... вам просто покажут. Будут ходить, как я понимаю, люди с телефонами, с камерами, и вы увидите, как и что есть. Дальше. Но контакты компании, наверное, в чате уже не совсем правильно с Юлиной, потому что они просто есть наверху, я правильно так понимаю, что они закреплены, и просто вы их всех видите. Отдельно просто приглашаю вас на следующие наши вебинары, вебинары от Триана. Я думаю, что страничку просто наших вебинаров тоже сейчас в чате мои коллеги скинули. Вопрос. Гражданин США может ли жить круглогодично? Ну, несколько такой неожиданный вопрос. Юля, насколько вы готовы на него ответить? Я скажу так, что для всех иностранных граждан, для того, чтобы проживать в Болгарии, в любой европейской стране, нужно оформлять вид на жительство. Вид на жительство можно оформить, да, мы можем оказать помощь, у нас есть партнеры, которые этим занимаются, и тогда вы сможете жить круглый год. Про ВНЖ, в принципе, были вопросы, что-нибудь тут скажете? Это не совсем как бы, ну, тема нашего вебинара, но все равно, в школе вопросы есть, минимально хотя бы. Потому что, насколько я знаю, сейчас очень много чего меняется, и говорить об этом уверенно, к сожалению, сейчас вот прямо в текущем. Это тяжело, но вдруг у вас здесь какая-то прям сегодня какая-то утро пришла информация. Да, Филипп, поводу вида на жительство, да, очень многие рассматривают. Во-первых, можно я скажу так, что при покупке недвижимости вы уже получаете возможность проживания в Болгарии по мультивизе по недвижимости, если мы говорим про страны СНГ, то есть не Европейский Союз. Вам это позволяет, да, до 180 дней в год проживать. То есть виза выдается на 3-5 лет, это длительная виза, она выдается на всю семью. А если, ну, то есть я семья имею в виду супруг-супруга и несовершеннолетние дети. Также в акс-собственности можно включить, например, родителей пенсионного возраста, для того, чтобы они могли получить вид на жительство. У нас есть специальная программа для пенсионеров, то есть здесь не имеет значения, это пенсионер по возрасту, либо по статусу, у нас есть много, да, военных пенсионеров. То есть они могут упрощенно получить вид на жительство только на основании того, что у них есть недвижимость, либо там доля недвижимости в собственности. Для остальных, то есть необходимо оформлять вид на жительство, есть одна из возможностей через открытие представительства компании. То есть, да, это тоже возможно. Потом остальная семья идет по воссоединению. В течение пяти лет это временный вид на жительство, затем подается на карту постоянного проживания. Карта постоянного проживания на 10 лет. То есть, да, это немножечко отдельный вопрос, но у нас есть партнеры, которые этим занимаются, мы можем помочь. Пожалуйста, обращайтесь с удовольствием с оформлением документов. Вопрос из серии «Юля, скажите, и дай бог ваш прогноз сбудется, когда Болгария войдет в Шенген». Это уже такая, знаете, клуб за таков таких. А когда Болгария? Ну, я, к сожалению, не берусь ответить. Мы все очень этого ждем. Болгария вошла в въезд 2007 года, да, и речь шла, да, что Болгария должна войти в Шенген еще в прошлом году. Мы все ждали уже выдачу Шенген-ВИС, затормозили это дело, поэтому, ну, в процессе он в любом случае войдет. Но браться сроки говорить не могу. Гражданину Евросоюза нужна ли виза для постоянного проживания? Виза нет, Вячеслав тут отвечает. Виза не нужна, вы можете жить, ну, соответственно, по своему паспорту Европейского Союза. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, и давайте тогда, Юль, вам такое, ну, как бы финальное слово, все-таки, как я говорю в таких случаях, давайте попытаемся за две минуты рассказать обо всем том, о чем мы говорили в последние 80 минут. Все-таки в двух словах, как относиться к текущему моменту, что важно, на ваш взгляд, понимать о текущей ситуации, кризисной, о том, как это скажется на текущем сезоне и на последующих сезонах, и что ожидает рынок недвижимости Болгарии, если мы говорим, по крайней мере, о побережье, ну, в течение ближайшего сезона, в течение ближайших месяцев. Пожалуйста. Ну, уважаемые участники вебинара, во-первых, хочу сказать, что надеюсь, что я была для вас полезной, и мы еще раз приглашаем вас завтра посетить наш вебинар, чтобы все это увидеть, все, что я проговорила. Что касается данной ситуации, не бойтесь ее. Еще раз желаю вам согласиться с этой идеей, да, что нужно покупать в кризис, потому что сейчас действительно вы можете выбрать для себя самые лучшие условия покупки. И уже как только эта ситуация у нас с кризисом, да, с пандемией сойдет на нет, вы сможете пользоваться своим жильем, вы сможете приезжать и укреплять свой иммунитет, и также сможете получать пассивный доход. Вот я реально вижу спрос и увеличение именно в объектах квартир под сдачу в аренду. И сейчас вот мне параллельно, да, пишут, что на данный момент Болгария входит на первое место. Harmony Suits сдается лучше всего в Болгарии за последние три года. Наши аппарты вышли на первое место под сдачу в аренду. То есть мы в этом плане будем только расти. Вот, поэтому если вы будете инвестировать, вы действительно, ну, получите с этого, да, приятный доход. То есть это и для себя жилье, и, возможно, получение пассивного дохода. Не думаю, что это долго продлится ситуация с кризисом. Все равно мы видим много позитивных сейчас шагов к улучшению ситуации. Мы вчера тоже общались и с владельцем компании, и было бы здорово, если бы придумали такой, например, о нем уже говорят, но ввели бы его в действие, да, медицинский паспорт. Это сейчас было бы очень актуально и полезно, я думаю, что как для людей, так и для комплексов. Это безопасность. И почему квартиры – это комфортно, это дешевле, и теперь это еще и безопасно. Отлично. Дорогие друзья, Юлия Браду, компания Harmony Suits. Юля, спасибо вам огромное, дорогие друзья. Ваши аплодисменты, Юля, за, по-моему, прекрасное и продуктивное очень выступление. Thank you very much. Это вот самое то, что можно сказать. Я просто хочу от себя добавить, что мы уже на вебинарах приановских увидимся теперь уже в мае, а апрель получился просто фантастическим, просто фантастическим, потому что мы провели более 40 вебинаров, то есть, ну, более 40, если вебинары, наши марафоны разбивать по чуть-чуть, их было больше 40, и это было очень и очень круто и очень-очень полезно. И это бы не имело никакого смысла, если бы вас не было в нашем виртуальном зрительном зале. Мы все безумно скучаем, ну, кто по Болгарии, кто по другим странам, я, в частности, по Болгарии тоже очень скучаю, очень хочу туда приехать. Юля, спасибо вам огромное. Я уверен, что... Спасибо большое. Надеюсь, ну, и почти уверен, что мы в ближайшее время сможем увидеться очно, и покажу вам один дивный ресторанчик в Несебре, хотя вы наверняка в тысячу раз все это знаете лучше. Договорились. До встречи. Спасибо большое, друзья. До встречи. Спасибо. Увидимся теперь в мае. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok